О коррупционных действиях чиновницы узнали только через два года. Именно с такой периодичностью контрольно-ревизионное управление проводит очередную проверку. Оказалось, что гражданский муж главбуха трудоустроен сразу в 20 детских садов. В отношении Екатерины Голдобиной сразу началось разбирательство. Со стороны администрации мы на нее наложили дисциплинарное взыскание, переданы дело в следственные органы. Полученных материалов в ходе доследственной проверки было достаточно для возбуждения уголовного дела. Следственным комитетом установлено, только за 2009 год мужчина получил более 400 тысяч рублей. При этом обязанности грузчика он выполнял не ежедневно и не в полном объеме. Согласно полученным в ходе проверки данным, суммарная продолжительность одного рабочего дня грузчика вложения должна была составлять более 45 часов. В настоящее время по уголовному делу ведутся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Кроме того, следственным отделом подготовлены и направлены в суд ходатайства в временном состоянии подозреваемой от занимаемой должности руководителя. Коллеги подозреваемой не разделяют мнение органов следствия и сотрудников городской администрации. Этого не было. Она никого не устраивала. Каждый детский сад – юридическое лицо. Они, заведующие, сами в праве были принимать и устраивать его или нет. Никто не заставлял принять грузчика на работу и любовь к Аргополову. По словам заведующей детским садом «Солнышко», гражданский муж был трудоустроен по всем необходимым правилам. Этот сотрудник ко мне пришел сам и написал заявление о принятии на работу. Я претензий к нему никаких не имела. И уж тем более, я еще раз повторяю, что меня никто не заставлял его принимать на работу. На рабочем месте подозреваемую застать не удалось. Две недели женщина находится на больничном. Если ее вина будет доказана, то чиновницу уволят. За словоупотребление должностными полномочиями ей грозит до четырех лет лишения свободы. Константин Мчаков, Денис Мазин, телекомпания «Регион-45» из города Шадринска.